Всем привет! Это Фак и я профессор Буданс. Каждую неделю мы рассказываем вам о четырех играх, оцениваем их и отвечаем на ваши вопросы по прохождению. Устраивайтесь поудобнее и внимайте! Смотрите сегодня! American McGee's Grimm Beauty and the Beast. Восьмой по счету эпизод знаменитых сказок братьев Гримм под своеобразной редакцией великого и ужасного Американа McGee. Брейд. Удивительный платформер от независимых разработчиков. Проект отличается уникальной возможностью поворачивать время вспять. Demi-Guard. Битвы богов. Геймплей этой стратегии был вытащен профессиональными игроками на полях сражений киберспортивного мода Warcraft 3 Dota. Kings Bounty. Принцесса в доспехах. Долгожданное продолжение нашимевшего в прошлом году ремейка игры аж 18-летних давностей. Задумка безумного геймдизайнера МакГи, специфическая экранизация сказок братьев Гримм, казалось не доживет до второго сезона. Настолько бессмысленной показалась геймерам эта реализация. Однако, проект живее всех живых и на днях свет увидел вот уже восьмой, заключительный эпизод первого сезона, посвящен он на этот раз красавице и чудовищу. Сюжет Американ МакГи с Гримм, Beauty and the Beast, конечно же, перекликается с оригинальным повествованием. Но по традиции серии снабжен изрядной долей цинизма и черного юмора. Пойманный на воровстве розы из заколдованного замка человек соглашается отдать чудовищу свою прекрасную дочь в обмен на собственную жизнь. Девушка вынуждена жить в заперти и, как мы все знаем, в конце концов влюбляется в лохматого зверя. Но как бы развивались отношения красавицы и монстра, если бы Гримм взял дело в свои руки? Это и предстоит выяснить игроку. Как и прежде, мы вынуждены носиться по уровню, ревно следить за уровнем загаженности, выслушивать едкие комментарии к главному герою и творить разного рода пакость. Такая вариация красавицы и чудовища навряд ли подойдет для сказки детям на ночь. Однако взрослым будет интересно посмотреть. Системные требования игры таковы. Процессор на частоте 2,4 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 128 МБ видеопамяти и всего 600 МБ на жестком диске. Наличие чувства юмора обязательно. В основе игры лежит уникальная механика. Вам предстоит возвращать сказкам их первозданную мрачность. Каждый объект в этом красочном мире имеет два состояния – светлое и темное. И самое интересное – смотреть, как две реальности сталкиваются друг с другом, как под вашим воздействием меняется окружающий мир. Вы творите не только историю, но и саму реальность. Наша оценка геймплея – 5 баллов. Начиная с третьего эпизода, графика в Американ Маги с грим заметно похорошела. Эпизод красавицы и чудовища не является исключением. Удачный ход с одолением камеры привел к тому, что теперь игра и взаправду стала похожа на Сон сумасшедшего. Наша оценка графического оформления – 4 балла. Что касается звука, то он остался неизменным. Противный голосок главного героя и безумная музыка способствуют погружению в игровой мир. Качество локализации также на высоком уровне. Наша оценка звукового сопровождения – 5 баллов. О, ужасное! Чудовище! О, Господи! Смелося! Заткни свою поганую пасть! Я дал тебе укрытие от бури, а ты воруешь мои цветы. Ну, 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 я даже и помыслить не могу, что кто-то будет возражать! Если вам пришлись по душе предыдущие серии, то не проходите мимо. Всю же остальную часть геймерской общественности просим воздержаться от критики. Это Маги, он такой, какой есть. Наша общая оценка игры – 5 баллов. Кто-то может ругать Маги за банальный сруб бабла с геймеров. Кто-то может восхищаться размахом задуманного. Но, тем не менее, Маги с Гримм остается неповторимой игрой со своим уникальным стилем. А теперь перейдем к нашим ответам на ваши вопросы по игре. American Magi's Grim – Beauty and the Beast. Первый вопрос. А сколько всего существует сказок братьев Гримм от American Magi? Отвечаем. Всего было анонсировано 24 эпизода. На данный момент, местоверно, известно следующее. «Красавица и чудовище» – заключительный эпизод первого сезона. Но на подходе еще 8 эпизодов из второго сезона. Третий сезон обещают выпустить не позже окончания года. Мы будем стараться держать вас в курсе приключений негодяя Гримма. Следующий вопрос. Я бегал весь уровень, но степень мрачности все еще не достигла нужного значения. Хотя все кругом черным-черно. Что делать? Отвечаем. Первонаперво постарайтесь осмотреться и найти зеленые области. Возможно, вы что-то пропустили. Если же все кругом смердит и дымится, то вам нужно бежать к квестовому препятствию и разносить его с помощью фирменного приземления Гримма на пятую точку. Следующий вопрос. А можно ли выиграть за героев сказки? Отвечаем. Нет, такой возможности в игре не предусмотрено. Игрок тут одновременно и читатель, и участник проявствования. Вот только влиять на суть происходящего он может исключительно по принципу «Все разрушим и загадим». Портрет в мои любимые челки. Сегодня мы расскажем вам про очень интересную и забавную игрушку от независимого разработчика Джонатана Блоу. В своем произведении специалисту удалось соединить потрясающую графику, волшебную музыку, сюрреалистический сюжет и уникальный геймплей. Речь идет о проекте Брейд, клон Супер Марио Брос. С тем лишь отличием, что здесь нам разрешается управлять временем. С помощью этого инструмента мы и решаем головоломки. Брейд – это клон Марио с легкой примесью Принцов Персия. Тростненькое управление, уровни, состоящие из лесенок и движущихся платформ. Враги, для победы над которыми надо прыгнуть им на голову. И возможность повернуть время спять нажатием одной кнопки. Ничего не напоминает? И при всем этом Брейд – игра удивительно оригинальная, яркая и свежая. Ее банальный сюжет, предложен к нему внимания, быстро превращается в яркую историю, ставящую перед игроком вопросы, о которых он вряд ли задумывался ранее. А клонированная игровая механика оказывается увлекательным пазлом, в котором головоломки достаточно сложны, чтобы обращать на них внимание. И в то же время достаточно просты, чтобы не ставить игрока в тупик. Шесть игровых миров, в каждом из которых спрятано 12 кусочков пазла, превращаются из пятиминутной забавы пропрыгивающего чувака в игру, заставляющую размышлять, чувствовать, сопереживать и проецировать возникающие в процессе мысли на реальный мир. Системные требования к игре следующие. Процессы, работающие на частоте 2,4 ГГц, 1 ГБ оперативной и 128 ГБ видеопамяти. На жестком диске игра займет 3 ГБ. Несмотря на простейшее управление, игрок получает широчайшие возможности контроля. Еще ни в одной подобной игре счет не шел на миллиметры и доли секунды. А в Брейд это в порядке вещей. Тонко регулируя подачу времени, вы сможете прыгнуть в пропасть и на полпути гибели попасть на монстра, который упал туда же на мгновение раньше. Брейд дает почувствовать себя настоящим властелином пространства и времени. 5 баллов за геймплей. Графика в игре не сможет порадовать вас обилием визуальных эффектов и трехмерностью. В логических аркадах подобные изыски не приветствуются. Игра явно была рассчитана на юных геймеров и может похвастаться яркими красивыми задниками, будто нарисованными акварельными красками. Четверка за внешний вид. Музыка в точности передает настроение и помогает погрузиться в историю Брейд полностью. Местами веселые музыкальные композиции, а местами и наивные. Также здесь нашлось место и различным звукам окружающего мира. Все они создавались при помощи компьютера и могут напомнить нам какую-нибудь футуристическую игру. В любом случае музыка не портит игру, а добавляет ей некого шарма. Пятерка за музыкальное сопровождение. Практически каждая головоломка Брейд требует уникального решения. Более того, каждое решение – своего рода небольшое открытие. Это настоящий шедевр неочевидных решений, тонких, оригинальных вызовов, брошенных игроком. С одной стороны, у вас с самого начала всегда есть все, что нужно для прохождения. С другой, чтобы понять, как этим воспользоваться, нужно очень нестандартно мыслить. Брейд учит такому мышлению. Общая оценка игры – 5 баллов. Брейд – красивый, воодушевляющий и занимательный проект. В него интересно играть как взрослому, так и ребенку. И хотя Брейд очень сильно похож на серию игр о похождениях веселого итальянского водопроводчика, не стоит сравнивать эти две игры. У них просто аналогичная механика. Ну а теперь традиционно мы ответим на ваши вопросы по прохождению игры Брейд. Вопрос. Помогите, я не знаю, как мне пройти пятый уровень. Что здесь надо сделать? Отвечаем. Пятый мир – это мир теневой перемотки. В самом начале идите вперед и спрыгните, чтобы получить чай загадки. Теперь перематываем время. Как только вы повторно войдете в нормальное время, ваша тень появится и принесет вам недостающую часть загадки. Вы будете использовать эту уловку весь уровень. Следующий вопрос. А что делать в конце пятой главы? Отвечаем. Сначала получите ключ от монстра. Затем спрыгните к двери. И прежде чем вы отопрете ее, воспользуйтесь перемоткой. Ваша тень отопрет дверь, которая позволит вам добраться до другой двери, за которой находится единственная часть загадки на этом уровне. Следующий вопрос. Не знаю, как забрать ключ на третьем уровне, там, где две платформы и монстр. Отвечаем. Спрыгивайте к платформе и активизируйте выключатель. Теперь перематываем время на начало. Монстр упадет на платформу и отдаст вам ключ. Смотрите далее. Kings Bounty – принцесса в доспехах. Долгожданное продолжение нашумевшего в прошлом году ремейка игры аж 18-летней давности. Demi-Guard. Битвы богов. Геймплей этой стратегии был вытащен профессиональными игроками на полях сражений киберспортивного мода Warcraft 3 Dota. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите далее. Demi-Guard. Битвы богов. Геймплей этой стратегии был вытащен профессиональными игроками на полях сражений киберспортивного мода Warcraft 3 Dota. Kings Bounty – принцесса в доспехах. Долгожданное продолжение нашумевшего в прошлом году ремейка игры аж 18-летней давности. Крис Тейлор. Человек в игровой индустрии значимый. На его счету такие проекты, как Total Annihilation, Supreme Commander и Dungeon Siege. В данный момент его последней работой можно считать игру Demi-Guard, сочетающей в себе тактические элементы стратегии и ролевые составляющие развития персонажа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Demi-Guard – по сути, просто коммерческая версия модификации для Warcraft 3 под названием Defense of the Ancients или Dota. Demi-Guard как нельзя лучше вписывается в новую концепцию Криса Тейлора. Согласно ей, в современной игровой индустрии большие и долгие стратегии в реальном времени, вроде Supreme Commander, смогут заинтересовать лишь редких хардкорщиков, тогда как стратегии новой волны будут отличаться простыми правилами и короткими партиями, но при этом сохранят главное – тактическую глубину. Разработчики, создавая Demi-Guard – Битвы богов, следовали простому правилу. Игра должна быть достаточно простой, чтобы в ней можно было разобраться за 10 минут, и интересной настолько, чтобы увлечь игрока на многие часы. От вашей системы игра потребует процессор, работающий на частоте 3 ГГц, 1 ГБ оперативной и 256 ГБ видеопамяти. На жестком диске Demi-Guard – Битвы богов займет 4 ГБ. Бой в Demi-Guard длится в среднем не больше получаса, и эти 30 минут вы сконцентрированы только на стратегии и тактике. Никаких оставленных под огнем хорвестеров, никакой гонки за золотыми шахтами – ничего отвлекающего. Во-вторых, само понятие «стратегия» предельно упрощено. Во время сражения вы управляете одним суперюнитом, тем самым полубогом. Остальные войска действуют совершенно самостоятельно, создавая массовку. Атаки не прекращаются ни на минуту. Вы колдуете, сражаетесь, получаете опыт, закупаетесь новыми апгрейдами и ведете своего полубога к победе. Пятерка за геймплей. Выглядит Demi-Guard симпатично, только зрелищные ракурсы нужны скорее для того, чтобы снимать красивые скриншоты. На деле приходится постоянно следить за перемещениями войск практически на всей карте. Чем выше стоит камера, тем лучше. Впрочем, и тут будет на что посмотреть. Сами карты зачастую выглядят не менее изощренно, чем юниты. Пятерка за внешний вид. Звучит игра не хуже, чем выглядит. Торжественные музыкальные композиции буквально затягивают у вас в атмосферу божественных битв. А звуковые эффекты завораживают своей реалистичностью. Пятерка за звук. В итоге мы имеем очень качественную стратегию. С геймплеем, выточенным профессиональными игроками на полях сражений киберспортивного мода Warcraft 3 Dota. Помимо этого, DemiGuard обладает хорошей графикой и оптимизирована для работы на средних по сегодняшним меркам машинах. Пятерку получает стратегия DemiGuard. Битвы богов. Кстати, на DemiGuard стоит обратить свое внимание и профессиональным игрокам. Разработчики планируют активное внедрение своего детища в ряды киберспортивных дисциплин. Добьется ли игра того же успеха, что ее неофициальный прародитель можно только гадать? А сейчас пришло время ответить на самые частые вопросы по DemiGuard. Битвы богов. Вопрос. Почему у одних героев есть армия, а у других нет? Можно ли это как-то поправить? Отвечаем. Герои или полубоги делятся на ассасинов и полководцев. Первые сражаются в одиночку, используя только те войска, которые рождаются автоматически на карте. Полководцы могут обзавестись армией и существ собственного производства. Для этого нужно купить идолов и прокачать соответствующее умение. Вопрос. А как здесь что-нибудь построить? Или такой опции вообще не предусмотрено? Отвечаем. Строительной части привычного понимания этого слова в DemiGuard нет. Только один из полубогов, Измаил или Рук, может возводить некоторые здания. Вопрос. Есть ли какие-то различия между полубогами в начале игры? Или все решает древо умений и грамотная прокачка? Отвечаем. Несмотря на то, что герой обладает очень большим потенциалом для нелинейного развития их умений, они кардинально отличаются друг от друга и своими врожденными способностями. Регул, например, вообще не предназначен для ближнего боя, зато умеет закладывать минов. Седна гораздо лучше справляется с ролью мага, нежели воина. При этом полубог Фудзияма, повелитель стихии огня и холода, может заморозить врага или испепелить. Выбор героя здесь скорее определяет стиль игры. А прокачка то, настолько грамотно вы сможете реализовать его врожденные навыки. Kings Bounty. Принцесса в доспехах. Это нечто среднее между аддоном и сиквелом. Перед нами по-прежнему ролевая приключенческая игра с походовыми боями. Однако полюбившаяся схема обросла новыми интересными и, что очень важно, уместными деталями. Практически все игры из России и ближнего зарубежья поступают к нам в состоянии, которое идеально описывает бородатый советский анекдот про самолет, чьей инструкции значилось. Паровоз после сборки обработать напильником. Даже если в основе отечественных проектов лежат интересные идеи, а за реализацию отвечают талантливые люди, скорее всего окажется, что половина заявленных возможностей не работают как надо или не работают вообще. Исключения случаются не чаще раза в год. В 2008-м таким исключением стал «Хингс Баунти. Легенда о рыцаре». Ремейк одноименной РПГ 18-летней давности. Оригинал имел к стратегиям довольно опосредованное отношение. Это была самая настоящая РПГ, в которой герой скакал между городами, выполнял квесты, собирал армию и ввел ее на врага. «Легенда о рыцаре» — это сбалансированная, выверенная до последнего сундука с золотом, игра, по которой очень удобно составлять учебник геймдизайна. И теперь, спустя год, мы дождались продолжения этой замечательной игры «Кингс Баунти. Принцесса в доспехах». Рекомендуемые системные требования. Двуядерный процессор с частотой 3 ГГц, 2 ГБ оперативный и 512 МБ видео, а также 5 ГБ на жестком действии. С одной стороны, в игре «Кингс Баунти. Принцесса в доспехах» у нас будет совершенно новой игровой мир и сюжетная линия. С другой — нового контента и веских изменений в геймплее не то чтобы очень много. А по внешнему виду игры можно легко перепутать с легендой о рыцаре. Итак, вместо гордого воителя с квадратной челюстью и в полном боевом доспехе, главным героем стала кокетливо улыбающаяся девушка в обязательных бронелифчике и бронеюбке. Шкатулки ярости заменили на не менее полезного дракончика, добавили новую расу и 5 новых боссов. Плюс к этому на прохождение игры потребуется около 30 часов, что немало для аддонов. Наша оценка игрового процесса сиквела такая же, как и у оригинала — 5 баллов. Внешне игра изменилась не сильно. Всё выглядит так же аккуратно и сказочно. Во время боя можно полюбоваться анимацией дракончика, а при перемещении по островам — невероятно красочным и интересным миром Тианы. 5 баллов за графику. К озвучке игры придираться не будем. Она так же практически не изменилась, однако сделаем замечание. Было бы здорово, если бы разработчики смогли озвучивать все диалоги персонажей без потери качества всех остальных составляющих игры. Например, так, как это было реализовано в Mass Effect. А пока что уверенные 5 баллов за звуковое сопровождение и небольшой фрагмент из игры для вашей самостоятельной оценки. В итоге мы имеем очень приличные дополнения к качественному продукту прошлого года. Возможно, это заслуга игры оригинала, так как реальных изменений очень мало. Но мы считаем, что причина успеха не важна. Главное — интересное времяпрепровождение и приятные воспоминания на долгое время. Наша общая оценка игры — 5 баллов с плюсом. Kings Bounty. Принцесса в доспехах. Это такая унисекс-версия Kings Bounty. Главный герой — девушка, миленький дракончик вместо духов ярости и поддержка стереоочков. В качестве компенсации для мужчин — 5 свежих боссов и новая раса. Если все это вас устраивает и есть вопросы по прохождению, посмотрите наши ответы на них. Первый вопрос. Ответьте, пожалуйста, как в него плыть с первого острова? Отвечаем. Чтобы плавать между островами, нужно находить навигационные карты. Как только вы ее найдете, у вас откроется доступ к соответствующему острову, о чем вы узнаете из небольшой анимации. Сами навигационные карты находятся в разных местах на островах. После того, как вы нашли карту, садитесь в корабль и нажимайте кнопочку на мини-карты. Там и выбирайте нужный вам остров. Следующий вопрос. Подскажите, дракончики в игре отличаются только цветом и характеристиками или умения у них тоже разные? Отвечаем. Дракончики различаются не только цветом. В момент выбора дракончика вы определяетесь не только с его внешним видом, но и с начальными умениями. Дальнейшее развитие зависит только от вас, и разницы из-за цвета драконы не будет. Следующий вопрос. Подскажите, как мне получить пегаса, чтобы летать? Отвечаем. Нужно просто дойти до определенного момента в игре, и вам автоматически выдадут крылья. Следующий вопрос. Почему два вражеских лучника стреляют в моего юнита и наносят урон 12 единиц, при этом поджигают своими стрелами на 100 единиц? А мой десяток лучников наносит 10-30 урона от поджигания. Почему такая несправедливость? Отвечаем. Это новая механика отравления и поджига. За один раз отнимается от 5 до 10% суммарного здоровья отряда. На сегодня, думаю, хватит. Всю следующую неделю буду разбирать ваши письма и выуживать оттуда самые интересные вопросы. Меня зовут профессор Пуданс. Это был Фак. Кстати, на вап-сайте телеканала Муз-ТВ появился мой личный блог. Заходите и задавайте вопросы. Будем общаться. вап.муздефизтв.ру Я всегда в твоем мобильном. И присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka.moz.defiz.tv.ru Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...